ПРОЕКТ Я ПОМНЮ Спецпроект «Расскажи мне о войне» Интервью с ветераном Великой Отечественной войны Климахин Николай Васильевич Я сбил Фоке-Вульф Интервью и литературная обработка Станислав Смоляков Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин Опубликовано 22 сентября 2020 года Родился я в Пензенской области, Кузнецкий район, село Сурмино 6 декабря 1920 года Учился в простой сельской школе, где окончил 4 класса Потом мы всей семьёй переехали И я с сестричкой учился уже в Кузнецке, это в Пензенской области Там проучился 5-6 класс Потом родители решили переехать в Западную Сибирь По Волжье свирепствовал голод, тяжёлое время Родителям удалось выйти из колхоза и уехать на заработки Таким образом мы приехали в город Киселёвск Это недалеко от Новокузнецка, город Шахтёров Там была хорошая средняя школа, где я получил образование, 10 классов После окончания школы поехал устраиваться в институт Замахнулся аж на Казанский авиационный Приехал туда, сдал экзамены, но по конкурсу как-то не прошёл Директор института вошёл в ситуацию и позвонил в Саратов В автомобильно-дорожный институт Прибодрил меня Езжайте в Саратов, вас там примут безо всякого экзамена Потому что вы у нас фактически сдали экзамены И в принципе у вас неплохие оценки Но знаете ли, авиация Нужно добавить, что в Киселёвске я успел закончить Прокопьевский аэроклуб Одновременно учился в школе и проходил программу обучения в аэроклубе Знаете, мы тогда бредили авиации Когда были подростками, строили модели самолётов Клей, дранка, резиновые моторы С авиацией я был знаком с детства Помните фамилию вашего инструктора в аэроклубе? Наркевич Хороший инструктор был Много с ним летали Как-то мы с ним летели на У-2 Отрабатывали учебную программу Полёты по маршруту Отлетели километров 120 И сдал мотор Он сразу же взял управление Выбрал подходящую площадку Спокойно сели Я побежал в ближайшее село Позвонил в аэроклуб Что мы вот, мол, вынужденную посадку совершили По причине отказа одного из цилиндров Там их пять штук в моторе Слабенькие тогда моторы были, конечно Через некоторое время пришла ремонтная бригада Нас подчинили, и мы взлетели Уже без приключений прилетели на свой аэродром Наш учебный аэродром находился Между Киселёвском и Прокопьевском В Киселёвске своего аэроклуба не имелось Мы отчислились в Прокопьевском аэроклубе Кстати, среди выпускников Прокопьевского авиаклуба Есть даже один лётчик-космонавт В Саратовском институте Я учился на механическом факультете Наступил 1939 год Началась война в Финляндии Экзамена первого семестра Я сдал на отлично И вдруг мне присылают повестку в армию И в феврале 1940 года Меня призвали в армию Сначала мы попали в Белую Церковь Под Киевом Где формировался 184-й Гаубочный артиллерийский полк Так из авиации я попал в артиллерию В артиллерию, ввиду того, что я ещё и ради увлекался Меня назначили старшим радистом У меня в подчинении чистилось Три человека и три походных радиостанции В начале 1940 года С комфортом ездили на поезде А когда нам поставили цель освободить Бессарабию Мы с винтовками и ранцами на плечах Проходили по 70 км в день Помню, как вышли на берег Буга Помылись в бане, переоделись Получили чистое нижнее и верхнее бельё Каждому дали такие вот Смертники, медальон Чуть больше спичечной коробки Где указывалось имя, фамилия, отчество, адрес родителей И адрес военкомата, из которого мы призывались В один прекрасный день, лето 1940 года Мы готовились к наступлению на Бессарабию Все приготовились, заняли свои места Наш правый берег реки Он у нас на возвышении А там, где низина, Бессарабия Выстроили всё готово, 4 часа утра Друг приходит замполит и сообщает Король Румынии решил сдаться без боя У нас была большая машина для личного состава И специальные трактора, которые возили гаубицу На этой машине мы проехали часть Бессарабии Потом нас погрузили в эшелон И поездом привезли на Западную Украину Граница с Польшей Там мы занимались боевой подготовкой И охраной границы И как-то вызывает меня командир 184-го полка на переговоры Николай, ты на хорошем счету А у меня на столе лежит приказ Сталина Которым предписывается всех, кто закончил аэроклубы Немедленно направит на обследование И затем в военное училище И он меня спрашивает Николай, здесь слово за вами Принуждать вас, конечно, не будут Но я должен выполнить приказ Сталина Если вы хотите остаться в полку Оставайтесь, пожалуйста Мы вас с удовольствием оставим Но если вы желаете идти по пути авиации Мы проводим вас на сборный пункт Где вы пройдете комиссию Я ему ответил, что давно грезил авиацией И хотел бы пойти по авиационной стезе Служа в армии Он подписал все необходимые документы Взял мое личное дело, направление И меня на машине довезли до Тернополя В Тернополе я успешно прошел Военно-медицинскую комиссию С недельку там немножко отдохнул А затем мне дали билет И направили на Сталинградскую школу летчиков В канун нового 41-го года Я прибыл в Сталинградскую школу пилотов Как ее уже стали называть По указу Совета Министров Не школа летчиков, а школа пилотов Там мы проходили краткосрочную программу обучения Теорию изучали непосредственно в самой школе А на лето выезжали на 70 километров Западнее Сталинграда Там находилась площадка, где мы обучались полетам Сначала на учебно-тренировочных самолетах А затем на истребителях И-16 Быстро прошли какую-то сокращенную программу И все уже летали самостоятельно Там произошел один случай, который я запомнил на всю жизнь И который стал для меня серьезным уроком Мы летали с площадки возле реки Она имела одну неприятную особенность Дело в том, что на посадку Обычно заходили от воды В направлении крутого обрывистого берега Это требовало определенного внимания Однажды я допустил неприятную оплошность Выполнив программу в групповом полете Мы начали заходить на посадку И тут я заметил внизу у воды загорающую девушку Я засмотрелся буквально на пару секунд Когда я поднял глаза, то увидел Стремительно набегающий на меня склон обрыва В ужасе я рванул ручку управления на себя И ушел вверх, срезав винтом траву на краю обрыва Меня хватило зноб Еще бы чуть-чуть, и я бы врезался в берег Надо быть внимательней Я ушел на второй круг и спокойно сел На посадке меня ждал разнос от инструктора Потом, когда я уже воевал в 728 полку У нас так разбился летчик из первой эскадрильи Мы базировались в Польше Чтобы сесть на аэродром Нужно было заходить от реки Висла А там такой крутой берег И буквально через 200 метров начинался аэродром И вот этот летчик или что-то не рассчитал Или загляделся Тут, конечно, уже ни от летчика, ни от самолета Ничего не осталось Все же скорость при заходе на посадку приличная По 250-270 Затем сдали госкомиссию И в феврале 1942-го нас начали выпускать Конкретно меня направили в 13-й запасной авиационный полк В город Кузнецк на мою родину Прибыл на место, доложился Сообщают, что в самом городе поселить меня некуда И дают мне участок земли Километров 15 от Кузнецка А там голое поле, почти пахотная земля И говорят Копайте землянку, устраивайтесь Аэродром себе устраивайте Все своими силами Мы сделали крытые землянки Утеплили их Зиму кое-как перезимовали Весной начались полеты Аэродром мы осилили небольшой Так что И-16 там не мог летать И поэтому мы летали на И-15 Это, как вам известно, двукрылый самолет У него пробег меньше И посадочная дистанция меньше В общем, сначала летали на И-15 Потом прибыли учебно-тренировочные Як-1, Як-2 И иногда летали на По-2 Война уже в разгаре В 1943-м нас направляют в распоряжение 2-й воздушной армии А это уже фактически фронтовая полоса Прибыли мы, по-моему, в Липецк Там нам сказали, что скоро мы будем обучаться На новых самолетах Як-1, Як-7 и Як-3 А пока летайте на чем есть На учебно-тренировочных Все, конечно, стремились как-то на фронт попасть Но мы там просидели почти год И я уже стал адъютантом командира эскадрильи Из школы нас выпустили сержантами И отношение к нам было соответствующее Мы были и охранниками, и грузчиками Немного летали на учебно-тренировочных самолетах И только потом, в конце 1943-го, начали тренироваться на Яках Як-1, неплохой самолет, считался самым лучшим из Яков Ну и, наконец, в июне 1944 года Меня и несколько таких же сержантов Направили в боевую часть 728-й истребительный авиаполк Командиром эскадрильи у меня был старший лейтенант Александр Иванович Выборнов Который и дал тебе мой телефон Он был бог, а мы что, сержанты? С месяц, наверное, осваивались Наконец, получили младших лейтенантов И вот только тогда нам разрешили боевые вылеты Сержантов боялись выпускать Так я начал боевую деятельность в 728-м полку Новички, разумеется, летали в основном ведомыми летчиками Там воевали уже такие заслуженные летчики Тот же Александр Иванович при мне героя получил Игнатьев Николай Петрович имел несколько боевых вылетов Мы ими гордились, конечно В плане боевой работы в основном летали на сопровождение бомбардировщиков Которые ходили на бомбометании в тыл противника Много вылетов сделали на уничтожение окруженных немецких группировок И даже получили благодарность Верховного Главнокомандования за боевую работу Окруженных групп немцев становилось все больше По мере приближения к Берлину Первые боевые вылеты я начал делать фактически под Тернополем Мы летали на Польшу, сопровождали бомберов до Кракова И других городов Нижней Силезии Линия фронта все время продвигалась ближе к Берлину Ну а 16 апреля 1945 года начался штурм Берлина Мы участвовали в берлинской операции с самого начала и до самого конца Кроме того, что мы сопровождали бомбардировщиков на Берлин Мы, если позволяла погода, занимались штурмовкой Я летал на самолете Як-7Б Там вооружение состояло из двух 12,7-х миллиметровых пулеметов И 20-ти миллиметровой пушки На И-16-х стояли два скорострельных пулемета Заряд, винтовочная пуля Помню, преподаватель в Сталинградской школе говорил Очень большая скорострельность Вы только проведете очередью по фюзеляжу противника И он сразу отвалится Оказалось, что не очень-то И самолеты сбиваются, и фюзеляжи отваливаются Это уже показал опыт Испании А ведь там противники летали на итальянских, испанских и прочих самолетах Которые уступали И-16М А уж когда туда пришли 109-е Тут И-16-м стало вообще не так просто Хотя были случаи, конечно, сбивали и мессеров В бою всякое бывает Но вообще, надо сказать, у мессеров все это выглядело интереснее Два пулемета, две пушки по 23 миллиметра Потом с Берлином уже начали закругляться В конце апреля месяца в Праге, как известно, местное население поднялось против немцев Но у немцев еще хватило запала дать чехам сдачи У них оставались танки, самолеты и артиллерия И они начали расправляться с этими повстанцами По приказу Верховного Главнокомандования На Прагу направили несколько танковых бригад, артиллерийских полков и прочей техники Там такое хорошее шоссе Берлин-Дрезден-Прага И вся эта сила пошла Нам же приказали прикрывать с воздуха эту громадину Так что мы еще 10, 11 и 12 мая летали на прикрытии Помните, когда погиб комполка Василяка? Да, он погиб перед берлинской операцией Мы стояли на немецком аэродроме Нас нацеливали на разгром окруженной группировки Вроде все как обычно, ничего не предвещало Я в этом вылете тоже принимал участие Поднялись, комполка впереди Ведомым у него шел Волгин Шли над лесными массивами Нужно было пролететь еще пару массивов и лесную поляну И потом начиналась территория окруженной группировки Только прошли первый массив И самолет Василяки загорелся и сразу же упал Мы выполнили все же задание А Василяки нет Я потом с Волгиным разговаривал Он сказал, что когда мы пролетали лес Он там среди деревьев успел разглядеть кладбище А там всякие каменные скрепы, памятники Сооружения все же довольно крепкие Оказалось, что там прятались немцы С крупнокалиберными пулеметами и пушками И одна очередь точно попала прямо в фонарь командиру полка Очень сожалели, конечно Прошел всю войну и, надо же, в самом конце его сбили Кроме того, помню, что в Чехии сбили Севастьянова Николая Николаевича Его подбили где-то в горах зениткой, когда они заходили на цель На горящем самолете он умудрился выбрать площадку и приземлиться Только от самолета отошел, тот взорвался Пока в воздухе был, заприметил деревеньку Вечером пришел в эту деревню и стучится потихоньку Немцы есть в деревне? Чехи ему объясняют Есть, на той стороне деревни находится Короче говоря, они его переодели, спрятали И он там сидел, наверное, с неделю Потом к нам в полк пришло сообщение Что на словацкой территории в такой-то деревне находится летчик 728-го полка Который был сбит зениткой Ну, видимо, специальные органы уже работали Камэск тут же взял У-2 и полетел в эту деревню Полетел, забрал его Потом рассказывал Все население деревни провожало Но мы тоже порадовались Боевой летчик, два ордена Красного Знамени, десять сбитых самолетов На вашем счету записано два сбитых Прокомментируете? Конечно, мы в основном отражали атаки немцев на бомбардировщики Что тут говорить? Обычно прикрывали девятку П-2 И вот смотришь, началась игра Немцы сбоку, выше, летят вроде смирно Под конец войны не хотят рисковать Но понятно, что выжидают момент И если мы дадим маху, своего не упустят Как-то на обратной дороге мы немного зазевались Они начали клевать пешек Камэска по радио кричит Мы отражать атаки Ну и я одного подловил Удачно ему врезал Тот клюнул носом и загорелся Второй самолет практически так же В похожей ситуации С немцами не забалуешь Только зазеваешься Им повод для нападения И то снизу, то сверху лезут Так что тут надо было глаз да глаз Вам подтверждение от кого пришло? От бомбардировщиков Или бывает, свои летчики подтверждают Наземных подтверждений мало приходило Помню, когда я второго сбил Александр Иванович Выборнов Пошел к бомбардировщикам за подтверждением А тебе давай спорить Нет, наш Говорю им Ребят, ну я же видел, как он уже задымил И летчик начал сбрасывать фонарь А когда фонарь сбросил Подо мной прошел Чуть в меня не врезался Потом я немножко в сторону отошел И видел, как он выпрыгнул А те свои угнут Наши стрелки, говорят, они сбили Меня прямо задело Саша, ей-богу Ни один стрелок Я не видел ни одной трассы Он после моей очереди Из крупнокалиберного пулемета Сразу задымил Он как фонарь сбросил Я мог ему еще стрельнуть Но какой смысл? Когда самолет дымит В кабине долго не просидишь В итоге мне засчитали А как вы его атаковали? С какой позиции? Под углом Метрах с 50, наверное Он шел с разворотом Я еще помню Вверх небольшое упреждение взял За счет снижения пули У нас же прицел был А когда близкое расстояние Просто на глаз Смотрю, фонарь кабина сбрасывает Фонарь сначала вверх подкинула А потом сразу вниз Они такие длинные В виде капли Тяжелые Много места занимают Это был Фоке-Вульф Вроде нашего И-16 По форме Но гораздо мощнее Оба сбитых мною Фоке-Вульфы За период С июня 1944 До конца войны Я совершил 98 боевых вылетов Получил орден Боевого красного знамени В основном Летал ведомым У более опытных летчиков Кто у вас был Первый ведущий? Слушай, я уже забыл Его фамилию Помню, что он с Киева За Выборновым Тяжело было держаться У него достаточно резкие движения Конечно Ну и если он уж зигзаг Вираж заложил То держись Не теряли его? Нет, слава богу, не доводилось Держался на хвосте Его когда-нибудь Атаковали на вашей памяти? Таких случаев не припомню Всегда он атаковал Стрелял он нормально Все же 11 сбитых самолетов Не шутка Когда они воевали под Киевом Там и транспортные самолеты били И бомбардировщиков сбивали В тот период были очень интенсивные бои Много летали И немцы, и наши Опишите атаку по наземной цели По команде командира Пикируешь, выбираешь цель Обычно это были колонны машин Или эшелон Но помню, и какие-то строения атаковали Это уже выбор со стороны ведущего Если вы летали эскадрилей То немцам доставалось хорошо Машина обычно загорается А если бывает горючее перевозят То полыхнет так Что загораются соседние машины Иногда смотришь Машины ветками прикрыты Едет и ветки качаются Зашел, дал по ней Раз, ни машины, ни веток Ракеты и бомбы мы не привешивали Як не особо приспособлен Обычно стреляли со всех трех точек Это смотря какая цель Если одиночные, пулеметы А если скопление, то и пушка Там разные кнопки Так что можно пулеметы отдельно И пушка отдельно Но можно все сразу Зенитное противодействие было сильное Ну, всякое бывало Однажды полетел ведомым Командир из Верна По-моему, мы какую-то переправу прикрывали Вышли на один небольшой город И ведущий резко спикировал И дал залп То ли в какой-то завод То ли склад, не помню Тут я не успел за ним среагировать И пристроился к нему Когда он уже вышел из пикирования Смотрю, по мне зенитка стреляет И я автоматом левую ногу приножал немного Сместил киль самолета И он начал идти со скольжением И точно Зенитка по высоте угадала Но за счет сноса Она в мой самолет не попала В трехстах метрах от меня Разорвалась целая куча орлейконов На Як-9 вы полетали? На Як-9 я летал немного Уже после войны Выборнов первый у нас начал летать на Як-9 Как-то пошли с ним Он решил Як-9 попробовать Пролетаем над Одером Он вдруг как даст из пушки по реке Там фонтан воды вверх Я всполошился Ты чего? Да хочу посмотреть, как она Ну чего говорить Если 37 мм самолет попадет Тот сразу разваливается Но на Як-9 он, по-моему, уже не сбил никого Это считаю уже в конце войны Помните момент, когда он с одним колесом приземлялся? Да, это при мне было Мы стояли где-то в Польше Аэродром травяной Такая полянка в лесу Пришли с боевого задания Мы уже сели А Александр Иванович все в воздухе болтается Потом узнаем У него одно колесо не выпускается Все собрались на аэродроме Смотрим, заходит На одном левом колесе Бежит, бежит, бежит И раз на правое крыло Это тоже надо суметь Посадить самолет с одним колесом У меня, к счастью, таких случаев не было Помню, в Польше была сложная посадочная полоса Ограниченная, да еще и с загибом Ее некоторые летчики проскакивали И ломали самолет На немецких самолетах Не довелось полетать? Нет Фоке-Вульф я осматривал несколько раз на земле И один раз близко подошел к нему в воздухе Мы уже возвращались Смотрю, впереди меня, выше, Фокер Что мне делать? Если пойду вверх на прицеливание Меня его ведомый срежет А я все ближе, ближе к нему И уже вижу, что у него все брюхо в масле Из мотора гонит масло Оба идут себе и на меня не реагируют Я дал немного вбок И тут он меня увидел Дал вбок и вниз За ним ушел ведомый Как-то мы бомбили аэродром под Краковым А потом, спустя короткое время Когда немцы ушли оттуда Мы сели на этот аэродром Там немцы бросили несколько разбитых мессеров В одном из них остался труп немецкого пилота Страшное зрелище Обугленный самолет И сидящий в его кабине Обгорелый летчик Сколько вы делали вылетов за день? Когда летали под Берлином По два-три вылета А под конец легче стало Больше нашей авиации было Немцы почти не летали Как вы предпочитали Ставить триммер высоты Чтобы шел вверх или вниз? Мы триммер на нашем самолете Не регулировали Как установишь в первом полете И больше его не трогаешь У всех стоял нейтрально Будешь его туда-сюда крутить Он тебя в каких-то случаях Может подвести Нейтрально лучше Вспомнился такой случай Мы сопровождали девятку пешек на Краков Зашли, нормально отбомбились Когда педва сбросили груз Они резко пошли В набор высоты И прибавили скорость Я тут же дал полный газ Но смотрю Начал понемногу отставать Высота уже пять тысяч Кручу высотный кран Мотор совсем сдал Обороты падают Что такое? Что делать? В общем, с пяти тысяч метров Я планировал С практически остановленным мотором Винт крутился За счет встречного потока Как на планере Начал спускаться На ближайший аэродром Гляжу, а его бомбят Ну, думаю Не садится же мне сюда Здесь сразу убьют Развернулся на курс Поддерживая скорость Двести восемьдесят И пять-десять метров снижения Чтобы самолет Не свернулся в штопор А сам начал понемножку Ручкой регулировать Чтобы зашло сцепление И на тысячи метров Мотор взрывел Винт вошел в сцепление Меня как вздернет Хорошо ремнями Не забыл привязаться Потихоньку Добавил двигатель оборотов Набрал высоту И вернулся на свой аэродром Прилетаю на свой аэродром А наших никого нет Все внимание ко мне Я двинул командиру полка Все честно рассказал Тот только спросил Истребители противника Были в воздухе? Я говорю Если бы были истребители То я бы не пришел Потом Александр Иванович Проверил мой самолет Самолет в порядке Техники с этим краном Разбираются В итоге я на этом самолете До конца пролетал Пешки бомбили с горизонта В основном С горизонтального полета Вот когда сбрасывали Над Берлином 16 апреля Я никогда не забуду Первый вылет на Берлин Собрали всю вторую Воздушную армию Куда ни посмотришь Весь горизонт Занят самолетами Смотрю Недалеко от меня Бостон У него киль Здоровый такой Выделяется Среди наших самолетов Наши пешки Рядом летят И тут что-то Выделяется Из самолета А я-то сзади него И чуть ниже И это что-то Отвалилось И летит за самолетом Глянул Да это же бомбы И я мог на них Напороться Я в сторону От греха Отвернул Они сбросили Все бомбы Развернулись И так же Строем пошли На свои аэродромы Я оглянулся назад Там сплошной дым Вы знали Что у немцев Уже летают Реактивные самолеты Не видел ни одного Слухи до нас доходили Но ни одного Реактивного Немецкого самолета Я не видел Как у вас Сложилась карьера После войны После войны Мы стояли На аэродроме Глогау Это километров 70 от Берлина Потом дали команду Перебазироваться В Чехословакию Мы всем полком Перебазировались На аэродром Бреслау С месяц Побыли в Чехословакии Население К нам относилось Великолепно Потом Нас посадили На грузовой состав И привезли В Крым На аэродром Там ангары Все разбиты Городок Весь разбит Жили мы в деревне В частных домиках В конце 1945 Перебазировались На аэродром На берегу моря Летали На Як-9 Помню Я на Як-9 Набирал высоту До 8500 метров Никаких боевых вылетов Только учебно-боевые Стрельбы На полигоне В 1946 В 1946 Пришла заявка На учебу В Академии Монинская Академия Военно-воздушных сил Я решил попробовать Поехать в Академию Приезжаю в Монино Несколько дней На ознакомление Подготовка К экзаменам Экзамены сдал нормально Но мандатная комиссия Начала уговаривать Вы еще молодой человек Вы можете позже Еще раз экзамены сдать А у нас много Героев Советского Союза Много заслуженных летчиков Не могли бы вы обождать Ну, что делать При Академии Была смешанная авиадивизия Пошел к командиру полка Объяснил ситуацию Он посмотрел Мое личное дело Вы были заместителем Командира эскадрильи Воевали У нас есть вакансии Командира звена Если вы согласны Мы вас примем Там служил командиром звена Потом стал штурманом эскадрильи Полеты, стрельбы Все как обычно Летная работа Однажды полетел На стрельбы по конкурсу Вышли за Москву В район Покрова Я дал очередь И умудрился отстрелить конус Пуля попала точно в канат И конус всей своей массы А это три метра Крепкого полотна Пошел прямо на меня Я даже не успел увернуться Смотрю Прошуршал меня Потом как крутанет Конус на хвост попал Я чуть сознание не потерял В себя пришел А самолет уже вниз пикирует Высота была примерно Две тысячи с половиной метров Тут я уже окончательно очнулся Вывел самолет Посмотрел Где же я нахожусь Дороги, леса Потом вспомнил Про 1650 кГц Это станция ШВРС Настроил радиостанцию И направился туда Минут семь-восемь Пролетел Смотрю Подо мной уже мачты Это электроугли Здесь прямая дорога на Москву От электроуглей до Монина Километров семьдесят Иду За мной хвост тянется Над аэродромом Развернулся Круг сделал А снизу по радио кричат Что у тебя там такое В общем Сел нормально В 49-м Сдал экзамены На штурманский факультет Академии Этот факультет Возглавлял Знаменитый Беляков Тот самый Что летал на полюс С Чкаловым В 1953 году Я закончил учебу Прошли экзамены Мы тогда тренировались На Як-11 Потом начали пересаживаться На реактивные Первый вылет Сделал с инструктором Впечатления необычные Летишь как птица Впереди нет винта Прекрасный обзор Летишь Словно воду рассекаешь Очень непривычно После Академии Получил значок Летчика третьего класса И направление Штурманом полка В город Тапа Семьдесят километров от Таллина В том полку Служил пять лет Со штурманом полка Вырос до штурмана дивизии Прослужил еще два года И меня назначают Главным штурманом Армии В Ленинград Там еще два года службы И вдруг меня назначают Главным штурманом Авиации ПВО страны Тут уже Москва А квартир это в Москве нет Что делать Пошел к Савицкому Евгению Яковлевичу Тот развел руками Предложил в области Здесь за дело Взялась Анна Терентьевна Моя супруга И мой боевой помощник Она поехала в Ленинград Получила разрешение На обмен Двухкомнатной квартиры В Ленинграде На квартиру в Москве Долго мы с ней ходили Искали по объявлениям Тяжело было электричкой Добираться каждый день А с Ворожейкиным Вы были знакомы? Он служил в нашем полку Он майором На командном пункте А я лейтенантом На штурманском Потом в одном доме жили Только в разных подъездах Но встречаться приходилось Какое впечатление Производил на вас Покрышкин Ну что можно сказать Это фигура Заслуженный боевой летчик Столько сбитых самолетов Александр Иванович Очень спокойный был человек Мы с Советским Поехали в Киев А Покрышкин Командующий Киевской ПВО Вот там пересеклись С Покрышкиным Поговорили о боевой подготовке О всяких нюансах Интересная деталь Про Кожедуба и Покрышкина За глаза говаривали Что у них были представители Которые не ленились ездить По местам боев И добиваться подтверждения И мол поэтому У них так много сбитых А другие мол летчики Относились проще Ну сбил и сбил Что это за летчик на фото Его над Будапештом сбили Что интересно Его венгр спрятали А потом тайно перевезли Из района Пешт в Буду Когда освободили Венгрию Он приехал к нам в полк Руки обгоревшие Лицо обгоревшее Но ему разрешили летать Только на Пу-2 Органы посчитали его ненадежным Летал, перевозил почту Хотя я могу ошибаться Может быть он по возможностям здоровья Не мог управлять боевым самолетом Взять того же Севастьянова Которого сбили в Чехословакии Он летал на истребителях Никто его не ограничивал Еще был у нас летчик грузин Сирадзе Его сбили на территории Германии Так он рассказывал Как в туалете прятался Погружался туда с головой Чтобы немцы не нашли Тоже вернулся И тоже летал без всяких ограничений Ваш ведущий объяснял Как будет строиться полет, бой Скажет просто Держись Если я промахнусь Ты мне поможешь Инструкция проста Не удержался на хвосте Погибнешь Александра Ивановича Однажды разжаловали Они в Крыму Организовали рыбалку И как это у летчиках водится При помощи взрывчатки Он тогда исполнял Обязанности командира полка Но и на этой рыбалке Погиб человек Тут же начали шуметь Кричать Как же так Рыбы нет А человека тоже нет И его сразу разжаловали С майора до капитана Меня уже тогда не было в полку Я ему в письме Посоветовал ехать в академию У него были хорошие шансы Они как раз без очереди Брали героев союза Иначе бы он там захерел Потом смотрю Через неделю В Монино приезжает Александр Надо отметить Он молодец Быстро все обкрутил Обмотал Поступил Еще когда служили в Каче Саша решил жениться Как-то приводит красавицу Клару Яковлевну Они еще во время войны Познакомились Когда Клара с другими школьниками Собирали деньги на самолет Каширский комсомолец Во время торжественной передачи Самолета Красавица Клара Выступила от имени Всех комсомольцев и пионеров И он ее тогда запомнил Мне остается спросить Как познакомились вы С вашей замечательной супругой Был какой-то учительский вечер Меня на него пригласил родственник Который преподавал в институте Там я увидел ее И она покорила мое сердце Провожал до общежития Первый раз пришел в общежитие к ним Вся комната в цветах Девчонки со всех комнат Собрали цветы для нас Сидим, молчим А девчонки по очереди стучат в дверь Аня Не у тебя мой конспект Я потеряла Убежала Другая, третья Одним словом все посмотрели Потом пригласил Аню в театр И возил домой Знакомил с родителями А потом через год приехал за ней Ничего с собой не брать Только маленький чемоданчик У нее мама запрочитала Как? Куда? Отец просто сказал Им ничего не надо Не мешай им, мать С тех пор прошло 66 лет Она всегда как молодая А я уже не тот Так идем по жизни вместе Друг друга выручаем Гуляем вместе То я упаду То она упадет Пара гнедых Конец интервью Читал Олег Лобанов Конец интервью